Итак, как вы помните, в прошлом видео я пообещал вам, что в этом видео мы с вами создадим управление звуком. То есть, чтобы звук можно было увеличивать, либо уменьшать. Итак, вы видите, уже знакомый нам слайдер. Я просто его скопировал и назвал по-другому. Volume MC. Все, что нам от этого слайдера интересует, это значение, которое он принимает при перетаскивании перетаскиваемого элемента. То есть, в данном случае, этот MovieClip ведет себя как черный ящик. То, как функционирует, нас не интересует. Нас интересует одно значение, с которым мы будем сверяться и в результате этого менять звук. Итак, давайте откроем панель ActionScript и посмотрим, где нам лучше прикрепить функцию, которая будет изменять звук. Итак, когда мы нажимаем кнопку Play BTN, музыка запускается. Запускается функция Play Song, которая запускает звуковой файл, а также подключает слушатель событий, который выполняет функцию Update Progress каждый кадр. Эта функция, как вы помните, изменяет позицию перетаскиваемого элемента, при помощи которого мы можем искать нужное место в песне. Как вы понимаете, в этой функции и нужно подключить изменение звука. То есть, каждый кадр мы будем проверять, не изменился ли звук, если изменился, изменять. Итак, давайте пойдем в функцию Update Progress. Вот эта функция. И здесь мы будем вызывать с вами новую функцию, которая будет называться Adjust Volume или Change Volume. Изменить звук. Давайте чуть ниже создадим эту функцию. Настало время изменить звук. Первое, что нам с вами нужно, это переменная, в которой мы будем хранить класс, который отвечает за изменение звука. Давайте назовем эту переменную Transform, трансформация. Тип у этой переменной будет SoundTransform. Именно этот класс и отвечает за изменение звука. Сейчас наша с вами задача создать экземпляр этого класса. Создаем мы его через SoundChannel. Далее мы изменяем значение громкости звука. Например, давайте поставим 0.5, наполовину меньше. И далее все очень просто. Мы снова обращаемся к SoundChannel Transform и присваиваем измененное значение. Вот такая вот хитрая, на первый взгляд, цепочка. Сначала мы создаем экземпляр класса SoundTransform. Изменяем его громкость. И далее присваиваем измененную громкость нашей звуковой дорожке, которая в данный момент проигрывается. Разумеется, здесь мы должны использовать не 0.5, а значение нашего слайдера. Поэтому мы обращаемся к нашему слайдеру, к его значению value, которое он принимает. Итак, как вы видите, все очень просто. Давайте нажмем Ctrl-Enter, чтобы протестировать. Вы видите, что в окне данных у нас есть ворнинги. Они возникли вследствие того, что мы используем зарегистрированные слова в ActionScript 2.0. Но напоминаю, в ActionScript 3.0 их нет, поэтому можно так делать. Итак, я нажимаю на кнопочку Play. И вы слышите, что звука нет. Давайте попробуем звук увеличить. Как вы слышите, звук есть. И мы можем регулировать его значение. Давайте чуть-чуть улучшим наше приложение. Сразу обратимся к нашему слайдеру. И вызовем у него метод setPosition. Вы помните, что такой метод мы создавали. И сразу позицию слайдера выставим на 0.5. Делаем это для того, чтобы было какое-то значение звука в самом начале. Давайте нажмем Ctrl-Enter. И вы увидите, что положение нашего слайдера, который управляет звуком, половина. Итак, мы с вами успешно прикрутили управление звуком. И по большому счету наш MP3 Flash Player создан.